Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте признаемся себе честно, кто из нас не любит сладкого? И как хочется нам иногда порадовать своих детей чупачупсом или какими-нибудь заморскими сладостями. Но понятно, что ни нам, ни нашим детям они, мягко говоря, пользы не приносят. Но сегодня у нас есть прекрасная возможность попытаться совместить приятное с полезным. В гостях на нашей кухне Михаил Севастьянов. Автор и ведущий радиосказок. Герой многих наших программ. А в остальное время оператор. Как говорится, Михаил – мастер на все руки. Мы тебя пригласили сегодня, Миша, на нашу кухню. А ты вообще готовить любишь? Да, я люблю готовить, но только в том случае, если это кому-нибудь нужно, если кто-то это оценит. Иногда моя супруга уезжает к своей маме, и мне тогда совсем не хочется готовить. Но если она дома, или тем более, если к нам еще придут гости, то для меня это радость, мне это приятно. Что ты сегодня нам приготовишь? Я хочу предложить вам приготовить овсяное печенье. Нам потребуются овсяные хлопья геркулес, изюм, грецкие орехи, яйца, подсолнечное масло и сахар. Нужно все это перемешать. Почему ты, Миша, именно этот рецепт выбрал для нашей кухни? Дело в том, что когда-то чисто случайно кто-то нам дал этот рецепт, и мы просто попробовали приготовить. Все казалось просто, потому что их очень просто приготовить. Но когда мы попробовали, получилось очень вкусно. И вообще, когда к нам приходили какие-то гости, не было такого, чтобы они не спросили, из чего это делается, дайте рецепт. Да, действительно, я пробовала у вас, оно мне очень нравится. Мы сейчас, я смотрю, просто смешиваем все продукты. Да, просто смешиваем все продукты, и все. Действительно, компоненты очень вкусные. Овсянка, о пользе которой мы уже неоднократно здесь говорили, и много уже рецептов мы приготовили на нашей кухне из овсяных хлопьев геркулес, и еще в сочетании с изюмом и грецкими орехами. Если честно, вот первоначально в рецепт, который нам дали наши знакомые, там был маргарин, подсолнечное масло изобрела моя супруга. Мы стали вместо маргарина добавлять подсолнечное масло, примерно, ну, чуть больше полстакана. Подсолнечное масло без запаха, да? Без запаха, да. И нам показалось, что вкуснее даже получилось. И для здоровья полезнее. Ну, вот, в общем-то, не знаю, как это назвать, наверное, тесто, да? Да. Почти готово. Так, теперь нужно добавить немножко ванилина. Я на глаз его чуть-чуть сыплю. Интересно то, что мы пробовали в эти печенья вместо сахара и ванилина добавлять в варенье. Вот очень вкусно в этом печенье, если добавить орехи, семечки, любые, то есть любые варианты. Такое оно интересное, это печенье. Так, эти печенья, может быть, немножко нелегко выложить на противень, потому что они получаются, можно сказать, бесформенные. И форму мы им придаем на противне, уже вот так немножко примять надо. Так, все. И так дальше. Ты противень даже не смазываешь маслом? Нет, не смазываем, потому что печенье содержит достаточно масла, и когда оно будет выпекаться, это масло, оно само по себе выделяется из них. Интересно то, что они сытные, эти печенья. Например, если торопишься куда-то на работу, и времени очень немного, то штук шесть таких печеньев могут заменить порцию каши. Так что это же геркулес? Конечно. И знаешь, это не только сытно, это же еще и очень полезно, и надолго нас обеспечит и витаминами, и микроэлементами. Теперь нужно поместить их в духовку. Когда это печенье печется, то по квартире распространяется запах. Я представляю. И мои дети выстраиваются сразу в очередь. У меня два сына, одному четыре года будет через неделю, одному шесть. Вот заранее я испек эти печенья дома. Ну вот, такие они, эти печенья. Пойдем скорее пить чай. Да. Только слишком далеко отходить от плиты не стоит. Почему? Потому что они готовятся очень быстро. Овсяное печенье. Высыпать три стакана овсяных хлопьев, добавить полстакана растительного масла без запаха, полстакана сахарного песка и полстакана изюма, одну треть стакана измельченных грецких орехов, три яйца, немного ванилина. Все тщательно перемешать. Выложить тесто на противень. Запекать при средней температуре 10-15 минут. Спасибо, Миша, что ты сегодня испек для нас это вкусное печенье. Пожалуйста. Мы с супругой всегда печем эти печенья, когда ждем гостей. Они очень быстро пекутся, очень вкусные. Приятного аппетита. Мы с Михаилом прощаемся с вами. Ждите в эфир выхода новых программ с его участием. И не забывайте присылать свои отзывы и предложения на нашу кухню. Доброго вам здоровья! Субтитры подогнал «Симон»!